И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, и по счёту у нас идёт 204 серия, но прежде чем мы приступим к просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, также ставить лайки, пишите комментарии, ну и подписываться на телеграм и на твич, ссылочки которых находятся в описании под каждой реакцией. А мы же будем приступать к просмотру и смотреть, как Мугивары пытаются вернуть своё золото, которое спиздили у них морской дозор, в кои-то веки, да, как бы не пираты пиздят, а у пиратов спиздили. Всё, ребята, всем желаю приятного просмотра и погнали смотреть, только я ещё вентилятор включу и погнали. Чё такое, усоп? Ну, вы даёте. Вы планируете просто ворваться туда, а там как повезёт? Да. Вы совсем не понимаете серьёзности ситуации. На нами это не похоже, и на Робин тоже. Вы можете нам всё же позволить спокойно забрать сокровища? Хотя, знаете, на нами, наверное, просто-напросто она, как бы, всё, гонимо этим вот золотом, добычей золота, да. А Робин, ну, Робин просто на чиле, я не знаю, я не вижу именно вот такого человека. Да, она, как бы, наверное, думает до сих пор, что она ещё в тот момент в Арабасте, как бы, желала умереть. И, в принципе, это, по сути, как бы, должна была умереть, да. Вот, и поэтому в её понимании, может быть, как бы, она живёт в долг, что-то наподобие, хотя вряд ли. Вот, тем более, что она хочет, как бы, найти побольше панеглифов и так далее, да. Вот, но в целом она за любой движ, просто, как бы, за любой движ, а там, типа, ну, будь шо будет. Выкрутимся, выкрутимся, выкручусь, справимся, справлюсь, типа, как-то так. То есть, она, куда сказали, туда пошла, ну, не знаю, она охуенный друг. Охуенная, да, как? Такая же, как и Чоппер. Чоппер тоже, любой движ просто, вот, сказали, пошли туда, вот, типа, плана нет, но пиздуем. Чоппер, а-а-а, заебись, погнали. Ну, Зару-то, понятно, той за Луфи, блядь, Луфи, просто долбоёб, как бы, ему похую обвесило было. Команда, конечно, команда пиздец. А ведь ты прав. И даже с маскировкой я волнуюсь за Мэри. Так останься, охраняй. То есть, её могут найти, несмотря на идеальную маскировку? Да не будьте вы такими паникёрами. Этот потрёпанный корабль мне... Он вовсе не потрёпанный, и не в этом проблема. Боже правый, я пытаюсь понять, что мы будем делать после того, как сбежим. Наш корабль и так уже на последнем издыхании. Так что нами... А, ты, я? Скажи, где волновик? А, нет! Я его спрятала на поле. Что я и говорю? Виновата. Нами Санта как выражительная, когда она сбывает. Санджи, уткнись. На мнение идиотов отбросим. Итак, друзья, сейчас я расскажу вам наш план. Давай. Минуточку внимания. Давай. Итак, все сюда. Я расскажу детали плана. Для начала, команда номер один, которая вернёт золото. Это будут Луфи, Зора, Робин. И я, капитан Усоб сама. И команда номер два, которая вернёт волновик. Это будут нами, а её партнёрам, Санджи. Отличный план, Усоб. Всё, Усоб, проси любую порцию, всё, что хочешь. Он тебе нахуй всё приготовит. Он этого тебе никогда в жизни не забудет. Он тебя любит. Он тебя искренне уже любит. И Робин сидит, улыбается. Улыбается. То ли просто она как бы улыбается, потому что... Ну и сюда, и да. Она всегда на таком как бы веселее ночили. Как будто под чём-то. Либо же она просто довольна, что Санджи уебёт с кем-то, но не с ней. Хотя она всегда нормально как бы реагировала на его какие-то подкаты. Она ему не отвечала взаимности, но и при этом как бы не пиздила его. Он просто нормально относится. И бедненький Чоппер. Ты куда его? Ну блин, он один остался. Ну смотри. Робин, Санджи, Луфи, Усоб уёбают за золотом. Санджи, Нами за волновиком. А Чоппер один просто-напросто остался. Куда? Давай весело проводить время. Да-да. Что за болван? Что ты сейчас сказал? Эй, Усоб! Я опять должен охранять корабль в одиночку! Не волнуйся! Мэри прекрасно замастерована, так что вероятность твоего обнаружения почти нулевая. Почти! К тому же, кто будет нас лечить, если нас ранят? Супер-доктор? Критин! Твои ловаль в одиночке нет ни капельку, счастливее! Дурачина! Итак, сейчас мы находимся здесь. Команда номер один справляется от прямого пути. И пойдёт вдоль побережья к хранилищу. Ещё раз извините, ай-чоппер на протяжении всего аниме будет таким вот образом реагировать, когда его хвалят? Просто это милашество, я не хочу, чтобы это убирали когда-нибудь. Может быть, это потом со временем и приезд, я не знаю, но это выглядит крайне мило. Нами, ты помнишь, где ты спрятала волновик? Ну, должна. У нас всё-таки этот... Координатор. Прямо на противоположной стороне. По суше придётся долго добираться. Я знаю, мы используем это. Нами, переплывёте на лодке к противоположному берегу. А потом все... А их не спалят? Бля, кто-то подслушивает их, или... А, мне просто показалось, типа, вверх показывают, потому что подслушивают. Что? Ты всё ещё здесь? Можешь идти. Проследи, чтобы на тарелке не осталось ни кусочка. Таков был приказ от шеф-повара. Даже если мне придётся стоять здесь весь день, правило есть правило. Вы должны съесть всё. Ты за что, Джейсика? К вам это тоже относится, сержант. Что? Вам я тоже принёс ужин. Приятного аппетита. Это же спагетти. А чем ему спагетти не нравятся? Ну, брокколи я сам не люблю. И помидоры и морковь. А, помидоры я с удовольствием. Морковочку тоже лопанул бы. А спагетти так-то вообще? Пасту я очень люблю. Я в последнее время вообще с пакетти карбонара очень часто ем. Нет. Один солдат не станет есть, если не ест их старшина. Что-то у нас только помидоры не любит. Ешь всё. Передайте ей, что было очень вкусно. Так точно. Так это ревизор уходит. Я своими руками задушу этого чахлого ежа. Ты у меня ещё попляшешь, командор. А командора? За что? Уже пора. Нужно перегруппировать войска. Вы хотите окружить их и отрезать путь к отступлению. В точку. Сержант, передайте приказ каждому взводу. Есть. Всем взводам, это приказ. Взводам. Занять ключевые позиции у ворот в заливе. А что делать моему взводу? После того, как они доедут, пускай поставят караул у ворот. Приказ ясен. Так, так, я так рад нашей с вами встрече к Андре... Ой, ой, виноват. К Андриано. Обволнамоченный ревизор, командор Сепард. Командор Джонатан. Мы не доложили, что вы дали Утиму Геварам. О, вы что-то путаете. Я абсолютно уверен, что они все еще на нашей базе. Так, Андриано. Я бы вообще-то на твоем месте не выебывался. Ну, потому что, смотрите. Можно довыебываться до такой степени, что, в принципе, можно выломить тебе пиздюлей. Да? Где-то куда-то тебя, там, не знаю, там, кинуть. Там, в карцер, куда-нибудь еще. Можно припиздить. А сказать, что это сделали пираты. Что он доблестно сражался и пал в бою смертью храбрых в бою против Мугевар. Почему нет? И вы позволяете себе здесь мирно сидеть и наслаждаться ужином? Да. Я гляжу, вы не хотите ничем управлять. Слухи, что этот форт всего лишь ее шпацифист оказались правдой. Извиняюсь. А, не беспокойтесь. Вы, надеюсь, знаете, где будет место их следующего удара? Предполагаю. Я склонен считать, что они вернулись за оставленным золотом. Золотом, значит? У нас сейчас сильная нехватка солдат. Вот так вот и куются слухи о нашем пацифизме. Командоры, вы не могли бы посвятить меня в свои замыслы? Я мог бы даже назначить вас старшиной одного из взводов. Да, вы шутите. Вы подходите на эту роль лучше всего. Так не считаете? Кстати, где солдаты, что спутали меня с одним из мугивар? А кто вам это знание даст? Я хотел отправить их под трибунал. Это я дал приказ задерживать каждую подозрительную личность. Да. Они просто выполняли приказ. То есть я подозрительная личность? При тех обстоятельствах, да. Да. Прошу извините, мне нужно отлучиться в одно место. Когда я закончу, мы вернемся к нашему разговору. Упездуй. Не, командор молодец. Командор молодец. Реально, уважуха. Во-первых, он отстаивает именно своих солдат, тех своих подчиненных, да. Он, во-первых, сказал правду, да. Но он мог прикрыть где-то свою сраку. Но нет. Он наоборот, можно сказать, дает свою сраку на растерзание, дабы защитить солдат, которые как бы верно ему служат и подчиняются где-то как-то его приказам и указаниям, да. Вот. Молодец. Молодец. Вот за такими просто-напросто хочется идти, да. Потому что таким хочется где-то как-то именно вот служить, потому что ты понимаешь, что где-то, где-то что-то при случае тебя этот человек защитит. Хороший командор. Хороший командор. А дальше вот этот Кандериана злоебучий, если бы его бы таким вот образом не поймали, да. Но он же был без одежды, без документов, без нихрена. Ну, как бы без опознавательных каких-то своих там знаков. При этом Мугивары, один из которых стоит 100 миллионов, да, прибыли сюда на этот форт. Нежданно, негаданно. То есть и вы не знаете, как выглядит большая часть их команды. Вы понимаете, что их 7 человек. Знаете, как выглядят только 2. Вы знаете, как выглядят только 2 из них. И все. Правильно? Вот. И понятное дело, что будете подозревать абсолютно всех, это правильная тактика. Это правильная тактика. И Кандериана этот должен понимать, что он был безопознавательный как-то даже если можно было бы его где-то как-то опознать, все равно он подозрительная личность, потому что тебя никто не знает, тебя никто не видел, никто не может подтвердить твою личность. Правильно? Поэтому на момент выяснения, кто ты, что ты, зачем ты и почему ты, во избежание где-то какого-то кипиша тебя нужно ловить. Это правильно. А он просто слишком ЧСВшный. Да. Согласен. Он никогда бы не согласился встать во главе одного из наших взводов. Я не об этом. Пора пустить в действие наш сильнейший взвод. Гордость всего G8. Это что? Это кто? Вы опять играете в свои игры? Я на полном серьезе. Разборище идиотов. Эй! Где капитан Станмалый, встав свой на якоре этим утром. Он в лазарете. В лазарете? А он-то как там оказался? Он навещает солдат, которые пострадали в шторме. Он ушел их проведать. А ну зови его сюда! Да поживей! Есть! Он сказал, что они придут вернуть золото. Здесь есть только одно место, где оно может быть. Смотри и учись, нелепый командир. Я сам поймаю Могевары и топчу в грязь эту базу. Да-да, дров наломаешь. Как минимум, у тебя поломает вновь Робин. Надеюсь, остальными все порядки. Мне... Одиноко! Ну что, Партон реально бросает просто на одного бедняжку? Лучше и быть не может! Все-таки мечты сбываются! Корабли возвращаются! Что они задумали? Странно это! Санжи-кун, греби побыстрее! Конечно! О-о-о-ой, ща он подрубит вентилятор! Ну не так же быстро! Поверь мне можно! Хорошо! Слева чисто, справа чисто! Ни за что не угадаешь, где могут прятаться эти дозорные! Нужно проявлять максимум осторожности! Будет просто чудом, если они нас не заметят! Для этого у вас есть Робин! Да? Так она проверяла! Да ему похуй просто! Мы оставляем базу без защиты! Ничего не поделаешь! Ради победы нам придется пойти на такое! Но ведь они вломились сюда, словно эта база принадлежит им! Хочу посоветовать! Почему бы нам и не пустить в бой и новобранцев? Отпадает! Это слишком опасно! Я знал, что вы так скажете! Я молчал до поры до времени! Но несколько добровольцев горят желанием вступить в бой! Они настоящие солдаты нашего гарнизона! И питают такую же любовь, как и мы к нашему форту! Вот как! Тогда я назначаю их на караул при условии, что они не вступят в бой с врагом! Есть! Я уверен, они будут рады выполнить приказ! Кроме того, у меня к вам есть еще одно поручение, сержант! Какое? Что-то командор мутит, блин! Стан Малый все еще находится в ремонте! Он не пригоден для плавания! У вас что, нет других целых кораблей? Есть! Однако, встречный шторм почти не оставил людей, способных на какие-либо действия! Капитан, вы смеете перечить мне? он тебе факты говорит? Да обоссовали мы тебя! Говорим, как есть! Каких солдат? На корабль, пиздуй, плыви сам! остальные останутся на пайн-пинг и будут ожидать моих указаний! Эта зачахшая база узнает, что такое сила генштаба дозора! Бестолочь! Я вообще думал, что в генштабе сидят различные типа там адмиралы и так далее, да, которые именно сильны, умны, которые на самом деле именно дозорные, а не позорные. Ну, да, часть из них тогда смокера хотели наградить типа за то, что как будто бы он там убил крокодайла на рабасте, да? Вот, но это они делали и для того, чтобы не поднимать где-то какую-то панику исключительно конкретно именно из-за этого. Но я почему-то думал, что именно там все адекватные, дозорные, а не вот такие вот выблядки. Но это ЧСВ-шное чмо на самом деле. Таких нельзя держать в генштабе. Ну, чмо и чмо. Кстати, когда же этот... Ну, постоянно я очень часто слышу типа там адмиралы, 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 мугивары ничто по сравнению с адмиралами. Типа, мугивары на данный момент даже не стоят передержа адмирала. И... любопытно, интересно, когда же именно увидим силу кого-нибудь из адмиралов, да? Вообще, вот, если так вдуматься, что все мугивары вместе взятые пердеж адмирала. Вот слишком пафосно звучит, смешно и пафосно, да? И в то же самое время то есть... А именно вся сила этого адмирала это что? Это что? Что-то явно сильнее, чем крокодайл, скорее всего. Чем НЛ, скорее всего, так же. Короче, одному богу известно и тем, кто смотрел One Piece. А мне просто любопытно посмотреть. Эй, гора! Смотри, не отстанет нас! Не смешно, дурак! Робин, долго еще? Еще чуть-чуть! Так Робин вас спустить может спокойно с этой горы. Я вижу только ту дверь. Если карта не врет нам сюда, значит, хранилище там? Да. Думаю, это кратчайший путь. Тогда решено. Идем туда. Итак, вперед! Как же оно замотало сидеть, твою мать! Закрепил! Идем, усоп! мы разобьемся! усоп, смотри, не отставай! Эй, может, потом повторим? Ни за что! Мне этого раза за глаза хватило! отлично! Дозорных нет! Как вы такие ворота смогли открыть вопрос? на мисану! осторожней! Благодарю! Нельзя, чтобы они нас увидели! отсюда нам придется идти пешком! На дозорных отвлекаться тоже некогда! Санжи-кун, пойдем! Хорошо! Мы уже почти на месте! Бежим! Впереди! Оно должно быть сразу после лестницы! Хранилище прямо впереди! Так-то! Жди, золотишко! Мы так легко сюда проникли! Явная ловушка! Да, Робин! Но столько солдат это не проблема! Такое количество Робина сама положит, причем очень быстро! Так! Пираты! И я вас не пропущу! Да брось ты! У нас нет в планах твоей смерти или захвата вашей базы! Молчать! Нет прощения преступникам, угрожающим миру! Ты что, глухой? Нам не до драки! Словам пирата доверять нельзя! Мы гордимся тем, что служим командору и защищаем эту зону! Другими словами, подвергаете риску свою жизнь! В точку! На раю! Тогда советую для начала получше потренироваться! Идите, твою мать! Кейс! Невероятно! Какая система защиты? Да, только здесь можно прятать наше золото! Да там наверняка богатство и покруче есть! Вряд ли! что делать будем? Резиновый! Какое нахрен золото может... Да не разобьешь ты! Ха-ха-ха-ха-ха! Ой, извиняй, Зора! Долбоёб! Мы глубоко извиняемся! Мы не сможем сломать эту штуку! Для открытия хранилища нужно ввести особый шифр! Давай, усоп, наступил настал твой час! Но мне кажется, вряд ли там хранится где-то какое-то... Ну, золото их вполне вероятно! Что-нибудь ещё ценное? Да нет! Разно что в какой-нибудь не знаю, кайр-сейке какой-нибудь будет, но и то... А именно золото? Ну, откуда на этом вот фортуна, в котором уже охрен его знают, с какого времени не было где-то каких-то именно пиратов, да? Заключённых тоже никого нету! Ну, то есть, коим хером там, откуда там будет золото? Согласитесь! Понимаете мои последователи? Дальше вы не пройдёте! Неплохая ловушка! 5! Все-таки решили показаться на глаза! Твоя правда! Мы загнаны в угол! Лучше сдавайтесь! Да не! Они бежали! Видите, как Зора сказал, Зора не удивился, удивился усоп. Луфи, просто похуй, его не посвящали, наверное, взяла. А Зора не удивился, и Робин само собой. То есть, Робин прекрасно понимал, что это ловушка, и что они в скором времени появятся, и Зора что-то почувствовал, либо просто видел, что за ними наблюдают, да? И понимал, что скоро они себя покажут. То есть, они шли сюда с сознанием того, что это ловушка, а значит, они понимали, что они с ним справятся. Один пират не отдаст свое сокровище без боя! Побейте их за меня! Мерзкий пиратишка! Сам напросился! Пли! Усоп! Открывай хранилище! Можешь на меня положиться! Ой, сейчас они на версии тут делов летит, твою мать! Что скажешь, Насатих? Справишься! Сюда бы, конечно, и она бы это вмиг сделала. Это да! Я справлюсь с этим замком! Нами бы, секунду! Так! Один готов! Что? Упади она на тебя, убила бы вмиг! Сестеренки падают! Нужно действовать аккуратнее, иначе я... Ха-ха-ха! Резиновый пистолет! Давайте! Луфи! Не размахивай своими руками! Они будут пытаться их отрубить! Хорошо! Так! Два готова! Лейтенант, корабли на местах зона под наблюдением! Отлично! Скажите им, чтобы не двигались до моего приказа! Есть! Мы выступаем через 50 минут! Неплохо! Молодец, Робин! Неплохо! Смотри, сейчас всех поломают! На изи! Просто! И все! Нет? 30 цветков! Ага! Да им конца нет! Заколебали уже! Усоп! Ты скоро там! Открыл! Отлично! Черт возьми! Всем отойди! Ебать! Вы дебилы! Такие ворота ставить! Вы что, вообще ебанулись-то? Дверь какую поставили? Просто напрямую! Ладно, хрен! С ним шестеренки отваливаются! И то это пиздец! Просто открывается дверь, когда она просто падает! А как вы ставите ее обратно? Ебнутые! Сколько нужно людей, чтобы это все поднять? Обратно на место! И шестеренки снова запихнуть! Да вы конченые! Самоубийцы! Реально! Потому что открытие как бы этого сейфа это самоубийство! Жесть! И что это за гениальные запр... Просто чумовое хранилище! Что? Ну, Луфи это Луфи! Золото! Нет! А в этот раз вы не уйдете! На ворона не пустит! Продолжение только на анимедии.тв! Хорошо! Где Золото остается... Остается вопросом! Остается вопросом, ну, который в скором времени... Скорее всего, даже может быть следующей где-то какой-то серии... Разрешится, где конкретно она находится, потому что у нас в общем-то осталось две серии этой филлерной арки. Кстати, вот постоянно называю ее филлерной, да? Я, конечно же, посмотрю, как начнется следующая каноничная арка, да? Вот, но по факту прошлое каноничная, то бишь скайпия, закончилось ничем о том, что они приземлились на G8. И интересно по канону что идет дальше. Вот почему очень хорошо оно именно вливается в сюжет. То есть филлер филлером, да? А он продолжает непосредственно следующую арку. То есть они попали со скайпи на G8, вот история G8, после которой они плавно перейдут конкретно именно к канону обратно в море и так далее. А если бы этой вот филлерной арки не было бы, нам бы просто показали то, что они куда-то попали, их где-то кто-то окружил, да? Какой это G8? И у нас после этого Херак, следующая серия, а они уже в море. И были бы вопросы, а кто это был? А кто на них там собрался напасть? Под какие, под чьи прожекторы они попали? Что это за G8, да? И даже если было бы где-то какое-то краткое и маленькое объяснение, это было бы совсем и далеко не то, да? без просмотра вот конкретно полноценной такой вот небольшой арки. Так что даже из-за этого эту филлерную арку можно филлерной даже не считать, да? Ну, по большому счету. Да и при этом смотрится она крайне весело. Да, здесь не происходит чего-то прям сильно и шибко значимого для сюжета. Да. Это просто такая мини- мини-история, но при этом неплохая. Ну, так ведь. Хотя я не спорю, что хочется, конечно же, дальше углубляться в сюжет, хочется дальше что-то узнавать про панеглифы, хочется дальше узнавать и искать где и кто будет следующим того же самого мертвого плотника или же музыканта, да? Хочется развития дальнейшего типа где-то как-то именно с кораблем, хочется, конечно же, какой-то новый остров, новые лица, новые знакомые, может быть, какие-то, не знаю, там адмиралы или новые где-то какие-то пираты, новые где-то какие-то стычки, да? То есть, вот это вот все продвижение по сюжету хочется, я не спорю. Но и вот подобное посмотреть после, допустим, где-то какой-то, ну, плюс-минус большой арки, после той же самой вот скайпи, да? Какие-то такие вот несколько серий для того, чтобы где-то как-то передохнуть, да, не задумываться ни о чем, а просто-напросто получить удовольствие при просмотре, посмеяться, да? Вот, это, такое надо, наверное, такое надо где-то для какой-то разгрузки, а потом обратно постепенно именно вписываться во что-то серьезное, во что-то серьезное и важное. Так что, однозначно, пока что меня вот эта арка только радует, только радует. Ну и да, друзья, на этом тогда буду заканчивать, буду со всеми прощаться, надеюсь, что вам понравилась эта реакция, и всем добрового дня, добрового вечера, увидимся уже совсем скоро, в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok